Настоящая сахалинская зима опустилась на юг острова. Третий день работы специальных служб не утихает ни на минуту. Днём и ночью техника для расчистки выходит на главные улицы, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. Обсудили работу за ночь, то есть удалось сохранить все магистральные улицы, то есть везде обеспечен проезд, спецтехники, скорая помощь, продукты, ресурсоснабжающие организации, то есть все тоже аварийные бригады, дежурные бригады, все работают. Сотрудники МЧС сопровождают кареты скорой помощи, также оказывают помощь гостям и островитянам в пути до дома. Сотрудники главного управления МЧС России по Сахалинской области оказали помощь 96 застрявшим автомобилям на улицах города Южно-Сахалинска. Сопроводили 14 человек, нуждающихся в медицинской помощи до медицинских учреждений. А также 162 пассажира с задержанных авиарейсов были доставлены в гостиницы города Южно-Сахалинска. Задержано 12 рейсов на вылет и 13 на прилет. Пассажиры с задержанных рейсов уже сутки находятся в транзитной зоне в Хабаровске и Владивостоке. Для гостей и жителей областной столицы, вылет которых запланирован на 26 января, организуют специальный транспорт – дорогу до аэропорта, перекроют на перекрестке улиц Карпатка и Первооктябрьская. Будет специальный маршрут, улица Куропатка, проспект Мира, проспект Победы и Площадь Победы. Площадь Победы – это будет точка разгрузки и выгрузки. То есть все автобусы будут в режиме метро ходить до Площади Победы. Тем, кому надо в аэропорт, они смогут сесть в автобус и доехать до аэропорта. Тем, кому надо обратно, на Победы выйдут на площади и, собственно, дальше по своим местам жительства. Но жизнь на улицах островной столицы продолжает кипеть. Несмотря на выпавшие осадки, которые превышают месячную норму, люди продолжают заниматься своими повседневными делами. Кто-то спешит на работу, а кто-то делает покупки в магазинах. Добраться в магазин или до работы тяжело, ноги вязнут в мягком снегу. А преодолеть такой непростой путь выходят самые отважные, а самые находчивые уже вооружились мукой и дрожжами, чтобы приготовить дома хлеб или торты. Как тебе погода на улице? Нравится? Да, отлично. А почему? Ну, потому что все так прикольно, потом долго можно будет в снежки играть, долго не растает снег. Снег метет, интересно, вспоминаешь детство свое такое же, по снегу, по сугробам походить. Когда еще? Когда еще такая возможность будет? Такой непогоде точно рады любители активного зимнего отдыха. Некоторые уже пробуют прокатиться по свежевыпавшему снегу, однако сугробы не позволяют. Эльвира Хан, Александр Шкотов, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ.